Привет, друзья! Вы меня часто спрашиваете в комментариях, закрываю ли я на ночь теплицу с томатами или нет. Существуют тем более такие советы и мнения, что при любой погоде, при выращивании растений, особенно в весенний, летний, осенний период, теплицу с томатами закрывать категорически нельзя. Так вот, я свою теплицу закрываю. Когда только температура, особенно ночная, опускается ниже плюс 16 градусов, все, закрыты у меня и двери, и форточки. Объясню почему. Почему? Дело в том, что при резких таких перепадах дневной и ночной температуры к ночи повышается очень сильно влажность, относительно влажность воздуха. И вот эта вся влажность в виде конденсата оседает на внутренних поверхностях теплицы, вот на поликарбонате. И мы с вами утром приходим, видим, что вроде как теплицу не закрыли, а все равно и конденсат у нас на стенках, и на листьях капельки, и это вот капли холодной росы. А вот особенно сейчас, к концу лета, вот эти капли и вот эта влажность, это дополнительный риск появления всевозможных заболеваний, конечно, в первую очередь фитофтора. Поэтому я свои томаты защищаю вот таким образом. И как видите, что растения у меня не болеют, и урожаями я довольна. И днем, вот бывает, когда холодно, вот у нас лето это вообще все было очень холодно, и очень часто я теплицу, и днем она у меня стояла закрыта. Единственное, были открыты форточки, но при этом открыты они у меня всегда бывают где-то с 12 и до 3 часов дня. Но это самое такое пиковое время, то есть максимально теплый воздух в течение дня. До этого они у меня закрыты, и потом тоже я их закрываю. Но полностью, конечно, нельзя все время, надо периодически, чтобы растения дышали, поэтому на 2-3 часа в день я их открываю. Что еще я вам хотела сказать? Да, здесь в прошлом видео, в позапрошлом, я вам показывала свои томаты, и показала вам томаты аппетитные щечки от компании Гавриш. Вот мне написали, что я ошиблась, что это совсем не аппетитные щечки, и никакой это не Гавриш. Так нет, друзья, это действительно Гавриш. Можете даже, если вам так принципиально заглянуть, вот есть реестр регистрации сортов, и вот там вот этот сорт Гавриш, зарегистрирован оригинатор сорта, это селекционная ферма конкретно Гавриш. Томат так и называется аппетитные щечки. Смотрите, как он сейчас, кстати, красиво стал выглядеть, уже плоды еще больше зреют, набирает цвет, но действительно красавица, так что советую. Вот здесь вот у меня, посмотрите, что такое, на дверях висят тряпки. Это не тряпки, это спанбонт. Повесила я такой тонкий укрымной материал. Дело в том, что у нас здесь какие-то птички завелись. Таких ни разу раньше не видела. Какие-то очень маленькие. Не знаю, что за птички. И они повадили склевать спелые помидоры. Именно выбирают спелые и выклевывают их так слегка. И перебираются к следующим. Ну, мне, конечно, и птичек жалко, но больше всего мне жалко мои помидоры и мои труды. Поэтому повесила такие вот тряпочки в виде отпугивателя. Так, еще что? Да. Еще меня просили показать, как выглядит в разрезе томат гаспачо. Потому что я его сам показала, а разрезать не разрезала. Вот сейчас я вам разрежу и покажу. Вот смотрите, как выглядит этот помидор внутри. Ну, это обычный вот такой вот разрез, как вот для всех томатов. Вот такой вот формы сливовидной, цилиндрической, конусовидной, неважно, перцевидной. Хорошая у него такая перегородочка. Очень плотненький помидор, мясистый. Видите, не течет из него никакая вода. И в то же время у него такие толстые стеночки мясистые. То есть для заготовок, для консервации, для вяления. Это будет самый отличный вариант. Вот что я вам все хотела сегодня рассказать, показать. До новых встреч, друзья. Всем пока и удачи.